Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лаванов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы сделаем всё для того, чтобы вас включили в управляющую компанию нормально. Владимир Волков провёл личный приём жителей. 2 мая мы уже открыли вот это отделение, отделение медицинской помощи на дому. В детской поликлинике номер один открылось новое отделение вызовов врачей на дом. Также у нас есть история, общество, знания, математика и остальные хорошие предметы. Как в округе реализуется региональный проект «Умные каникулы» узнаем в сюжете. Всё красиво, всё хорошо. Хорошая погода, хороший лезвие. Для люберчан проходят музыкальные вечера. Все подробности в финале выпуска. А теперь подробнее о всех событиях. В День памяти и скорби люберчане возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» на Октябрьском проспекте. 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей страны. В центре Люберец провели траурный митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. Цветы к вечному огню возложили глава округа Владимир Волков, председатель окружного совета ветеранов Юрий Орехов и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Почтить память жертв Великой Отечественной собрались ветераны войны, представители общественных и молодёжных организаций, депутаты, жители Люберец. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Когда люди много переживают, у них всегда есть что сказать. Я рада, что молодёжи много собралось. Я рада, что они такие приветливые и понимают всё, и чувствуют. И очень хорошо, что мы все собираемся вместе. И хочу пожелать мира, счастья, здоровья, любви и долгих лет жизни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Президент Российской Федерации Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв провели рабочую встречу. И здесь же, за вот этим столом, вы поддержали ещё одну большую клинику, которую мы начали строить в Балашихе. Это восточное направление, тысячекоечное. Её мы должны сдать в конце 27-го, начале 28-го года. Вы сказали про некоторые крупные объекты здравоохранения, Андрей Воробьёв. Вопросов всегда много. Один из них – это, конечно, поликлиническое звено и возможность посещения. Нужно, конечно, увеличивать возможность посещения. Вот в этом, наверное, может быть, самым важным для граждан звенья. Так и есть 100% доступность. Самый большой запрос – это на первичную помощь. Поэтому и поликлиники, и ремонтируем, и строим. Большой запрос и на форму, когда это оборудование существует, когда стены радуют. Ну и, конечно, врачей. Целая программа по привлечению врачей. Вы знаете, что эта тема, она очень актуальна во всех регионах, в Подмосковье, в частности. Поэтому делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идёт в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен. Узкие специалисты – это на вес золота сегодня. Это тем более важно, что в отличие от многих других регионов страны, Московская область прирастает на себя. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провёл еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений доложили о проделанной работе. Подробности в следующем материале. Уважаемые коллеги, доброе утро. Сегодня несколько вопросов. Это первый доклад о оперативной обстановке блока силового. Второй доклад у нас и важное направление – это работа с семьями бойцов наших СВО. Взаимодействие, какие мероподдержки оказаны, как мы помогаем, какие мероприятия проводим. Прошу доложить Марину Владимировну Зинкину. Следующий доклад о замечаниях, обращениях, которые поступают от наших жителей. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина во всех субъектах Российской Федерации создан Центр поддержки семей участников специальной военной операции и Фонд защитники Отечества. У нас в городском округе для более удобства наших защитников и их семей все три учреждения открыты в одном месте. Это город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 120, корпус 3. В целях точечного и адресного касания над каждой семьей была взята опека в виде кураторов, которые посещают наши семьи с целью выявления потребностей и внимания, а также адресно участвуют поздравления семей в праздничные дни с вручением подарков. Для семей участников специальной военной операции организовано посещение культурно-развлекательных мероприятий. Дети уже успели посетить концерты, экскурсии, цирк, ледовое шоу, мастер-классы. Дети военнослужащих не остаются без внимания и все, кто нам отправляет заявки, в этом году кто-то уже направился, кто-то направится еще в летний период в лагеря. Следующий доклад о обращениях поступающих от наших жителей, какие замечания и предложения поступили, доложит Баранов Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. В результате объезда территорий по замечаниям и обращениям жителей установлено следующее. На МЦД станции Красково необходимо организовать покос трав. Аналогично у нас требуют уже повторного покоса и ряд автомобильных дорог городского округа. Это улица Смирновская, Холебозаводская, Урицкого, воинов-интернационалистов. К сожалению, не исполнено поручение по спилу аварийного дерева вдоль Красковского шоссе. Уже необходимо проводить повторную очистку остановочных павильонов от наклеенных вновь объявлений и в том числе участить сбор и подбор мусора на них. Давайте вернемся по невыполненным всем поручениям. Первое – это дерево, которое никак спилить не можем. Красковское шоссе. Какой адрес? Да, Красковское шоссе, дорога региональная, Владимир Михайлович, порученный билет выдали в четверг. Дорога региональная, дерево наше. Дерево наше. В четверг выходит на четверг. В четверг. Отлично, Дмитрий Юрьевич. Тогда на следующий вторник скажете, спилили или нет. Остановки, что с остановками? С остановками контракт заключен у МОС «Автодора». Они будут подключать, я думаю, буквально неделю. Нет, подключать – это понятно. Для того, чтобы убрать бумажки, какой контракт нужен. Нет, бумажки ежедневно убираются, Владимир Михайлович, у меня фотографии есть. Ну, фотографии видите? Которые презентации. На этой неделе объедем эти остановки, особенно новые, которые установили. Первое. Плакаты все должны быть размещены. До сих пор не разместили. Лето в Подмосковье. Обещали за два дня. Вторая неделя пошла. Евгеньевич, сможем плакаты разместить? Сможем. Сделайте сегодня, потому что завтра объезд будет. Коллеги, у нас по повестке все вопросы. Есть дополнения, предложения. Если нет, всем хорошей рабочей недели. Глава Люберец, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков провел очередной личный прием граждан. Какие вопросы волнуют жителей, расскажет наш корреспондент. Председатель ТСЖ решает все сам. Устав он может переписать сам, как вам сказали. Нам заявляют, что у нас были собрания собственников. Там выбрали председателя господина Хренова. Проголосовал за него 92%. Такая цифра собственников большинства квартир дома номер 27 дробь 1 по улице Шевлякова настораживает. Жители просят оказать содействие в создании Совета многоквартирного дома, который сможет контролировать работу ТСЖ, или путем общего голосования сменить управляющую компанию. Есть много вопросов, которые мы не можем решить ни совместно с собственниками жилья, ни с председателем. Хотим, чтобы нас услышали, что председатель вообще не взаимодействует с собственниками. Мы не можем влиять на выборы каких-то вопросов в голосовании. Мы не можем договориться непосредственно с председателем, с правлением. Не выходят на связь. Просьбу жителей глава округа услышал. Проблему решили на месте. Инициируем собрание жителей ОСС, проведем, мы поможем собрать подписи необходимые и забросим документы в ГЖИ. Мы сделаем все для того, чтобы вас включили в управляющую компанию нормально. На приеме обсудили улучшение жилищных условий, несанкционированную торговлю в подземных переходах и качество содержания входных групп в магазины. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Встречу с жителями в формате выездной администрации вновь совместили с праздником двора и днем соседей. На этот раз собрание прошло в сквере у памятника МИГ-29 на улице 3-е почтовое отделение. На вопросы люберчан ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Как прошел праздник и какие проблемы волнуют жителей, узнала Анастасия Кладинова. Летом встречи в формате выездной администрации с жителями проходят в парках и скверах. Но перед ее началом на третьем почтовом отделении состоялся праздник двора и День соседей. Для люберчан подготовили интерактивную программу, выступления музыкантов, мастер-классы, игры в шахматы и угощения. Мне здорово и мне нравится. Я поучаствовала в мастер-классе и сделала бомбью коровку. Очень интересно, потому что, во-первых, устраивала для детей различные мероприятия, конкурсы. Они участвуют, им нравится. Ну, как-то объединяют, что ли, соседи. Все так сразу выходят, общаются. А обычно все так прячутся по квартирам. А тут можно хоть поговорить, узнать, с кем ты живешь и по соседству. Задумка очень замечательная. Мы были на этом празднике осенью. Нам очень понравилось. Дети в восторге. И сегодня, как только услышали дети музыку, мы побросали все дела и бегом пробежали на праздник. Очень нравятся подделки, очень нравятся танцы. Ведущие просто молодцы, очень зажигательные. И мы остались под большим впечатлением, потому что задумка просто великолепная. После развлекательной программы во дворе люберчане пообщались с представителями администрации. Жители близлежащих домов. На улице третье почтовое отделение беспокоит молодежь, которая летом нарушает закон о тишине. Окна сюда выходят. И у нас вопрос был как бы у всех жильцов, но я просто это озвучиваю. Очень шумно. Подростки себя ведут и выпивают здесь иногда до трех-четырех часов ночи. Включают громкую музыку, непарламентские выражения употребляют. Драки пинают вот эти стойки, на которых стоит самолет. Она обратилась к таким вопросам, что в целях оперативного реагирования и исключения данных фактов установить дополнительные камеры видеонаблюдения, подключенные к сегменту «Безопасный регион». Соответственно, ее заявка не будет, а принята в работу. И в течение месяца дополнительные камеры будут установлены. Также ей предоставили информацию, что уже здесь на сквере установлена одна камера, которая эту территорию освещает. Но мы еще дополнительно поставим. И, соответственно, после получения сигнала будем передавать сотрудникам полиции для реагирования и принятия соответствующих мер. Лилия Черемисина представляет инициативную группу жителей с улицы Летчика Ларюшина. Там сейчас возводят новую школу, но в последнее время строительство замедлилось. Сейчас у нас школа стоит без движения. Она недостроена. Обещаний было очень много от компании ПИК. Сроки переносятся. В общем-то, мои дети пока малы, чтобы идти в школу. Но я боюсь, что школа может недостроиться, и когда им придется идти. Поэтому мы держим жителей активно и на контроле этот вопрос. И вот нам важно было услышать сроки. Это большая школа на полторы тысячи мест и детский садик. Надеемся, что прямо в ближайшее время, в четвертом квартале, эта школа будет введена в эксплуатацию. На обращение Люберчан отвечал и глава городского округа Владимир Волков. Жители волновали вопросы благоустройства, капитального ремонта социальных объектов и организации дорожного движения. Каждому заявителю, каждому жителю дали ответ. Формат очень удобный. Это лето, дворовая территория, погода позволяет общаться на улице. Конечно же, все вопросы фиксируются, все вносится в протокол. И на каждый вопрос будет дан ответ. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Новое отделение вызовов врачей на дом открылось на базе детской поликлиники номер один в Московском областном центре охраны материнства и детства на улице Побратимов. Оно позволит повысить качество оказания медпомощи населению и сохранить время ожидания специалистов. Подробности о работе структурного подразделения узнала съемочная группа нашего телеканала. Сейчас детская поликлиника номер один на улице Побратимов обслуживает больше 17 тысяч человек. Свою работу новое отделение начало в мае этого года. Здесь есть все необходимое. Полностью укомплектован штат фельдшеров и врачей, установлен график работы. Мы были первыми в Московской области, где реализовался этот проект. Мы его реализовали достаточно быстро. В конце января нам дали задание. И 2 мая мы уже открыли вот это отделение, отделение медицинской помощи на дому. Что это такое? Работают здесь 8 фельдшеров, 2 диспетчера. Они принимают вызова. И в состав этого отделения входит врач-педиатр, который обслуживает маленьких детей от 0 до 3 лет, так называемые патронажи. Работают две машины, два водителя. И вот этими силами мы справляемся с вызовами. Работа нового структурного подразделения позволит улучшить качество оказания медицинской помощи. Теперь время ожидания специалиста для обслуживания пациентов на дому сократилось. А вот время приема участковых врачей, наоборот, увеличилось, что сделало запись более доступной. В этом убедился и глава городского округа Люберцы. А перед началом посещения поликлиники Владимир Волков поздравил главного врача, Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяну Мельник с присвоением звания заслуженный врач Российской Федерации. Эффект очень хороший. Ускорение и качество оказания медицинской помощи дает о себе знать. То есть обратный отзыв от родителей позитивный. Это направление будет у нас развиваться. К нам приходят новые врачи. Нам удается привлекать новых специалистов узкопрофильных. И мы благодарны и медикам, которые придумали, внедрили этот новый подход в оказание медицинской помощи. И, конечно же, обратная связь от жителей, от родителей для нас очень важна. Работает диспетчерская служба по приему и распределению вызова в помощи на дому ежедневно. С понедельника по воскресенье с 8 утра до 8 вечера. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Ход работ на первом банковском проезде проинспектировала глава округа Владимир Волков. Нам нужно, чтобы вы сделали все хорошо, чтобы через два месяца ничего не упало. Сразу скажу, чтобы развеять все слухи и домословие. В любом случае есть стройконтроль. Есть люди, которые подписывают акты. Они отвечают своим, своей свободой. Потому что если вдруг будет возложено уголовное дело, такие случаи бывают. И человек, кто поставил подписи, полностью будет нести уголовное ответственность. Этот дом на первом банковском проезде построен в 1973 году. Несколько лет назад здесь заменили лифтовое оборудование, отремонтировали лестничные клетки и провели электромонтажные работы. Теперь полностью меняют систему газоснабжения с установкой датчиков загазованности внутри квартир. Мы, конечно, довольны, потому что мы видим старые трубы, которые демонтируют. И они, конечно, в ужасном состоянии. Мы очень долго ждали этого ремонта, 50 лет. Наконец-то мы добились. Мы и голосовали за капремонт фасада, и ходили в администрацию, тоже заявление писали. В общем, мы сделали все, что могли. Зимой температура в некоторых квартирах достигает всего лишь 18 градусов. Соседи сжалуются, мерзнут, особенно в торцевых квартирах. К подготовительным работам по проведению капитального ремонта фасада уже приступили. Генеральный подрядчик, ЛГЖТ, все держит под контролем. Монтаж вентилируемого фасада непосредственно с утеплителем будет. Это размещение подсистемы, утеплитель – это минеральная вата определенной толщины, там по тепловому расчету определена, и закрытие керамогранитом. Было большое количество обращений. Заранее была внесена корректировка в программу капитального ремонта, и данный объект попал в программу 23-25 и с выполнением работы в 2024 году. После завершения ремонта фасада в квартирах станет теплее и увеличится звукоизоляция. Обсудили жители с главой и другие проблемы, требующие поддержки со стороны администрации. Всегда возникают какие-то вопросы текущие, на них нужно оперативно отвечать жителям, снимать их и, конечно, быть в контакте. Приятно было услышать, что как раз подрядная организация находится в таком плотном взаимодействии с нашими жильцами. Сейчас активная фаза в летний период проведения работы. Самое главное, чтобы деньги были потрачены эффективно, работа проведена качественно, и жители нам это подтвердили. Вот при таких условиях будут проходить ремонты на территории городского округа. Работы по данному адресу завершат в декабре. Всего до конца года в городском округе Люберцы отремонтируют 153 многоквартирных дома. В рамках государственной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в поселке Октябрьский городского округа Люберцы стартовал капитальный ремонт тепловых сетей. Подрядная организация, которая выиграла тендер на проведение работ, приступила к замене трубопровода. Обновлению подлежат 850 метров теплотрассы, проходящей от котельной номер 422 до тепловой камеры 26 на улице Текстильщиков. На данный момент работы проходят на улице Комсомольской, вблизи дома номер 4. В рамках производства этих работ выделены деньги от правительства Московской области по двум этапам. Непосредственно замена тепловой сети и также реконструкция котельной с увеличением мощности. Дело в том, что котельная попала на баланс Лигерецкой теплосети от бывшего владельца ООО «Риг». И определенные сложности в эксплуатации этой котельной на сегодняшний день существуют. Это дефицит. При подготовке к топитному сезону трассу мы меняем. До конца сентября должны ввести ее в эксплуатацию. По непосредственной котельной в этом году мы делаем проектные изыскательные работы, готовимся, а на следующий год уже непосредственно строительство котельной. Ремонт асфальтового покрытия проезжей части и тротуар завершили на центральной улице в Малаховке. За ходом дорожных работ наблюдала съемочная группа нашего канала. Эту дорогу включили в план капитального ремонта по результатам голосования жителей на портале Добродел. Дорожники обновили более 800 метров асфальтового покрытия. Начиналось все с фрезеровки асфальтно-бетонного покрытия, подготовка под асфальт, снятие с кромок лишнего асфальта, вывоз мусора, засыпка локальных ям. И сейчас происходит асфальтирование по нормам 5 сантиметров плюс выравнивающий слой. На сегодняшний день делается ремонт 5800 квадратных метров общего полотна, плюс также был приведен в нормативное состояние тротуар. На всю протяженность дороги. Первый этап капитального ремонта автодорог подходит к концу. Из 10 муниципальных дорог общей протяженностью более 8,5 километров 9 уже отремонтировали. Последнюю, 10-ю, улицу Тяговой подстанции в Краскове, заасфальтируют до 20 июня. В округе приступили к санитарной расчистке птичьего карьера. Работа предстоит большая. Чтобы оперативно, а главное качественно привести в порядок всю акваторию и береговую зону, будут задействованы не только специалисты и волонтеры, но и спецтехника. На месте, пока еще загрязненного карьера, побывал Богдан Колесников. В рамках генеральной уборки приведут в порядок территорию площадью 22 гектара. Специалисты уже приступили к опиловке аварийных деревьев, покосу травы и уборке берегов от старых покрышек и твердых отходов. Очищена будет не только береговая линия, но и водная гладь. Самоходный земснаряд обрезает заросли камыша, достается дна топляк и крупногабаритный мусор. Я живу здесь, вот как раз рядом Новокросковской новой территории. И, как бы сказать, у меня есть дети, мы бы хотели где-нибудь отдохнуть. Много раз мы обращались в администрацию, чтобы здесь все почистили. Теперь будем стараться поддерживать порядок. Все точки для расчистки водных объектов мы определяем, исходя из пожеланий наших жителей. В подрядчик, помимо основных работ на локальных точках, те водные объекты, которые убирались в этом году, в прошлом году, расчищались, позапрошлом году, после выходных проходит по береговой линии и убирает весь мусор после деятельности человека в выходные дни. Каждый понедельник мы видим одну и ту же картину. Только за первый день здесь собрали более 15 кубов мусора. Работы по уборке береговой линии птичьего карьера продолжатся до середины июля. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Два образовательных учреждения округа стали участниками регионального проекта «Умные каникулы». Люберецкие школьники посещают образовательные, культурные и спортивные мероприятия. Как проводят лето ученики инженерно-технологического лицея, узнали мои коллеги. Дальше. Следующий вопрос. Пальцев на двух руках. Для ребят подготовили большую образовательную программу. Математические марафоны, занимательные опыты по физике, химии и биологии. Основа финансовой грамотности. Развлекательная и учебная деятельность расширяет кругозор. Занятие по интересам найдет каждый. Нравятся науки, учителя. Они все хорошо объясняют. В основном решаем разные задачи. Впечатления у меня вообще в принципе хорошие. Мне нравится заниматься спортом здесь. Здесь учителя очень добрые. Я пришла именно за баскетболом, футболом и вообще в принципе для обучения этим спортом. Также у нас есть история, общество знания, математика и остальные хорошие предметы. Нам очень интересно и у меня появились новые друзья. С начала месяца ребята занимаются проектной деятельностью. А теперь посещают и онлайн-курсы по китайскому языку, которые проводят учителя из города Джэньцзян. В рамках международного сотрудничества с школой Китая, соглашение, которое было подписано в мае месяце, мы проводим в рамках умных каникул дополнительно серию обучающих курсов по китайскому языку. Кроме этого, конечно, это изучение культуры Китая и обмен не только учениками, но также и педагогами. У нас сейчас два учителя находятся на стажировке в Китае. Мы принимаем с сентября месяц к нам на стажировку. До конца июня в Инженерно-технологическом лицее улучшат свои школьные знания 2000 детей со 2 по 10 класс. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Центральном парке для жителей и гостей округа проводят музыкальные вечера в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Участвуют лауреаты международных и всероссийских конкурсов, преподаватели и ученики детских музыкальных школ. В атмосферу джаза окунулся Богдан Колесников. Проект «Джазовые вечера» стартовал в мае. На импровизированную сцену у фонтана выходят артисты, которых объединяет любовь к джазу. Андрей Симаков несколько лет назад открыл при детской музыкальной школе номер 2 отделение саксофона и кларнета. В концерте «Под открытым небом» участвуют впервые. Все красиво, все хорошо. Хорошая погода, хорошие люди. Здесь пока моих учеников нет, но, надеюсь, скоро появятся. Третий год зажигает сердца зрителей вокальный ансамбль «Шоколад». Для проекта «Джазовые вечера» коллектив подготовил специальную программу. Мы с радостью откликнулись. Зрители нас поддерживают, подпевают. Все просто замечательно. Мы очень рады принять участие. Музыка джазовая, она легкая, она подразумевает такую свободу. С одной стороны, она не навязчива, а с другой стороны, она все равно настраивает человека на более культурный лад. У нас еще есть проект, называется «Артисты в городе». Но это тоже наши люберецкие талантливые люди будут иметь возможность и уже имеют ее, начиная с 18 мая, познакомить со своим творчеством широкую публику. Послушать живую музыку посетители Центрального парка «Люберец» смогут по четвергам и пятницам. Начало в 18.00. Вход свободный. Также в Центральном парке городского округа состоялся семейный фестиваль «Сабантуй». Он организован региональной, татарской, национально-культурной автономией Московской области. Яркая концертная программа, угощения чак-чаком и татарским чаем, народные забавы, интересные мастер-классы и спортивные состязания. О том, как праздник отметили в «Люберцах», узнала съемочная группа нашего канала. Радимитэгэс, добро пожаловать! Народный праздник «Сабантуй» знаменует окончание весенних полевых работ. В Московской области фестиваль проводится с 2001 года и за это время приобрел мультикультурный семейный статус. На него приезжают представители десятков национальностей с детьми, родственниками и друзьями. По традиции, каждый год фестиваль принимает новый город. В 2024-м это стали люберцы. Мы сегодня на нашей люберецкой земле встречаем такой правильный летний светлый праздник «Сабантуй». «Сабантуй» — это наши традиции. «Сабантуй» объединяет в себе абсолютно разные возраста, разные национальности. Сегодня губернатор Андрей Юрьевич Воробьев просил также поздравить всех гостей, всех, кто присутствует на этом празднике. Считаем «Сабантуй» открытым. Мы укрепляем дружбу нашу, да, но мы и помогаем в тех местах, где трудно, мы такую помощь тоже оказываем. И наше сегодняшнее мероприятие, оно посвящено и этому событию, тоже это вы увидите. Вы меня прекрасно понимаете, что мы вместе. И наш праздник сегодня — это праздник дружбы и сплощения нации. Поэтому с праздником, с дружбой, вперёд, Олга! На «Сабантуй» привезли тонну чак-чака. Каждый мог продегустировать главное медовое угощение татар и выпить ароматный чай с травами из самовара. Также гости фестиваля участвовали в мастер-классах по вышивке гладью и на сухом войлоке, и в качестве на станке. Наши бабушки, прапрабабушки в каждом селе, в деревне, в доме обязательно был станок, изготовленный собственными руками. И это было собственное производство. И, допустим, платье изношенное, халат изношенный, из него делали полоски, вырезали, составляли клубок и использовали замечательно как материал для ткачества. Всё получается. Мы занимаемся ткачеством на таком старинном станке, и мы делаем домотканные дорожки, правильно? Очень интересно. Я первый раз в жизни села за такой станок, часто видела эти дорожки и всё думала, как же они делаются. Неизменный атрибут Сабантуя – Кареш. Национальная борьба на поясах. Победитель, положивший противника на ковёр, именуется Батыром. В этом году первое место занял Марат Миначев из города Буинска, республики Татарстан. В качестве призов Батыру вручили кубок, медаль и барана. В честь города Буинска пришёл сюда бороться. Было очень сложно, соперники очень сильные, они тоже так же занимаются, как и я. Боролся, я в весовой категории свыше 80 килограммов. Я боролся четыре раза. Я всех выиграл, я старался. Погрузиться в татарскую культуру гостям фестиваля помогали национальные коллективы. На протяжении всего праздника на главной сцене проходила развлекательная программа с песнями и танцами. Отличный выиграл, правда первый раз, но нравится очень. Номер вон. Песни, танцы. Песни, танцы. Погода хорошая сегодня. Всё хорошо, всё для нас, всё для народа. Солнце светит, всё прекрасно. Спасибо вам большое. Безумно красиво. Я, как говорила, я первый раз на таком мероприятии. Я сама с Пензой, и у нас проходят такие сабантуи, но не так масштабно. Но впечатляет. Очень нравится. В этом году в Люберце приехали свыше 30 тысяч человек со всего Подмосковья. По традиции на фестивале передают эстафету в виде скачущего коня со всадником следующему городскому округу, который примет Сабантуй. В 2025 году народный праздник пройдёт в Химках. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше интересных новостей ищите в наших социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте ЛРТ.ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова